Медиа-форум 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 Здравствуйте, дорогие участники форума. Прежде всего, хочу поблагодарить руководство, которое организовало этот форум, Ильдара Азатовича, за то, что он с самого первого дня, когда мы приняли решение о создании Международной ассоциации студенческого телевидения, принял активное участие. И действительно, ВУЗ является опорным плацдармом Маста. Вы знаете, сегодняшний форум, на котором вы будете участвовать и завтрашний день, это как раз то, что необходимо сегодняшней молодежи. Я начинал свою карьеру еще в аналоговом телевидении. Магнитофоны были в размер шкаф. Сегодня вы обладаете теми технологиями, которые позволяют вам использовать новые методы в цифровых технологиях для своей работы. Я хочу пожелать вам удачи и плодотворной работы в течение двух дней. Спасибо. Аплодисменты. И этот человек сейчас возглавляет медиакоммуникационное образование в Казанском федеральном университете. И высшая школа журналистической медиакоммуникации преобразилась в очень качественное, хорошее, структурное подразделение Казанского федерального университета. Прошу любить и жаловать. Приветственное слово от Леонида Григорьевича Толчинского. Спасибо. После такого представления я готов собрать ваши аплодисменты и сесть на место. Кстати, всегда очень прошу всех, кто собирается на встречи с мастерами, с мэтрами о двух вещах, не стесняться аплодировать. Это очень важно тому, кто выступает, тому, кто пытается донести до вас мысль. Он хочет услышать, насколько вы приняли ее, насколько вы с ней, с этой идеей, с этой мыслью, с этим посылом. Поэтому не стесняйтесь аплодировать. Вот сейчас можете поаплодировать, например, мне. Вот, нормально. Спасибо. И второе, это просто принципиально, на самом деле, первое, не стесняйтесь задавать вопросы. Уникальные возможности встречаться с теми, кто прошел большой профессиональный путь, кто готов сегодня ответить на самые сложные вопросы, связанные с вызовами новой цифровой эпохи, в первую очередь ударившим по медиапространству, потому что оно оказалось всеядным, оно поглощает с огромной скоростью все, что дает нам цифровизация, но не всегда в состоянии быстро это освоить и понять, зачем, и что будет дальше, какой будет следующий шаг, к чему надо готовиться и какими компетенциями себя обогащать. И в этом смысле я, конечно, благодарен и нашему медиа-центру, и МАСТу за то, что мы вот в рамках этой конференции сможем провести серию мастер-классов с теми людьми, которые как раз готовы на самые такие вот животрепещущие вопросы, начиная от того, который сейчас находится, что вообще нужно знать о современных медиа, и заканчивая тем, как управлять этим медиа, как капитализировать контент в современную цифровую эпоху, на самые сложные вопросы сегодня мастера смогут и завтра вам ответить. От имени так получилось, что сегодня не смог присутствовать ректор Казанского федерального университета на нашем мероприятии, поэтому от имени Казанского федерального университета, от имени нашей высшей школы журналистики и медиакоммуникации я приветствую вам, желаю вам плодотворной, большой, активной работы. Хочу еще раз призвать вас к активности, к прежде всего, а не прежде всего, уже в завершении теперь, особые слова благодарности тем, кто, несмотря на не самую лесную и замечательную весеннюю погоду, приехал сюда из других городов, преодолев немалые расстояния. Я надеюсь, что вы не пожалеете ни на секунду об этом. Ну и на всем, если можно, завершу, потому что сказать надо много, но сказать надо мало, потому что, если я буду говорить много, я буду отнимать время у тех самых людей, которые я как раз призывал вас все эти несколько минут максимально напитаться знаниями, возможно, даже какими-то элементами новых компетенций, поэтому скорее-скорее давайте начинать и будем работать. Спасибо, поздравляю вас с началом конференции. А теперь мы непосредственно переходим к работе Медиафорума, и я хочу представить слово Олегу Аркадьевичу Дмитриеву, профессору Высшей школы экономики и советнику РИА Новости. На самом деле, если просто сказать, это гору. Слушайте гору. Спасибо за столь весное представление. На самом деле, я один из вас, я тоже, как и вы, добрый день всем, очень рад всех видеть, вырос в одном из региональных городов, увлекся иностранными языками, журналистикой, ну и вот то, что называется, пошло-поехало. Хотя на самом деле признаюсь, что журналистика – это мой второй диплом, а первый диплом у меня как раз посвящен иностранным языкам. То есть язык мне тоже помог очень сильно в профессии, во владении им, так что если есть возможность учить языки, так не бросайте это и занимайтесь им каждый день. Значит, я немножко расскажу более подробнее о себе. Я являюсь советником МИР России сегодня. Это организация, которая включает в себя различные проекты, в том числе и информационное агентство РИА Новости и портал РИА РУ. И у нас есть новый проект под названием «Спутник». Это и навещание на более чем 30 языках СНГ и мира. И у нас очень много есть различных отделений в разных странах мира, где живут люди, которые непосредственно живут, работают в той стране и делают контент на площадке «Спутник». Вот мне по долгу службы тоже приходится очень часто выезжать, работать со всеми ими и представлять, вот как бы я работал, если бы я жил, скажем, в Киргизии, либо в Эстонии, либо недавно из Египта вернулся. Там тоже есть бюро спутника представительства РИА Новости, которое как раз вещает на арабском языке, делает сайт на арабском языке, на арабоязычную аудиторию. Вот здесь и помимо этого я делюсь знаниями с такими же ребятами, как вы, на факультете коммуникации и медиа дизайна Высшей школы экономики. Вот с первого курса у нас началась веселуха такая, что ли, потому что мы уже снимаем, монтируем, пишем подводки, принимаем участие в телемостах всевозможных. Есть такая организация Global Campus, такой всемирный студенческий центр. И вот наши ребята уже второго-третьего курса являются соведущими программой. Вот представляете, да, это была гордость за ребят, когда мои ребята, мои студенты соведущие, а в шоу принимают участие студенты из Торонто, из Канады, из Юханесбурга, из Южной Африки, из Тайбэя, Тайвань. То есть вот такое чувство, приятное чувство тебя охватывает, когда ты этим занимаешься. Да, вообще, прежде чем мы начнем, я что хочу сегодня сказать? Просто пройти вот те вещи, без которых понимание современных медиа невозможно. И иногда бывает так, что после моих занятий говорят, слушайте, я заниматься медией не хочу, пойду-ка я отсюда. Я считаю это тоже положительным результатом, потому что человек уже понял, что это не его. Я, например, рисовать не умею. Кто-то в медиа не умеет работать. По-разному бывает все. Поэтому здесь, если какие-то вопросы возникают, если возникают какие-то соображения, ну я тоже вас иногда буду спрашивать, так что, пожалуйста, задавайте вопросы. Итак, поехали. Вот на мой взгляд, мне кажется, для того, чтобы понимать, что такое современные медиа, я бы начал с того, что мы, и слайд будет на эту тему, что мы, собственно, не пишем статьи, не снимаем какие-то очерки, не делаем радионовости, не делаем каких-то фильмов. Мы, прежде всего, рассказываем истории. А вот если мы рассказываем, то самое главное, на мой взгляд, это наладить контакт с аудиторией. То есть вам должно казаться, что я сейчас вам не лекцию читаю, хотя это так выглядит, потому что между нами сейчас очень много барьеров. Рояль стоит, сцена, да, и все это от меня отделяет. Но я в какой-то момент в зал тоже спущусь. Я буду стараться с вами разговаривать. Вот скажите, пожалуйста, вы сериал «Наша Раша» смотрели, да? Смотрите. Персонажа, помните, который с телевизором разговаривал, да? Да, а почему он это делает? Ну, потому что ему кажется, что с ним разговаривают, да, потому что жена, наверное, надоела, да, то есть привычная среда обитания надоела, нужно что-то нового, да. И вот, на мой взгляд, как раз все медиа, в котором мы работаем, они так или иначе посвящены рассказыванию каких-то историй, да. Вот в любом деле должна быть история, на мой взгляд, интересная, которая раскрутит все повествование. Вот здесь, вот как мои коллеги говорят, допустим, вот мой друг Петя женился. Это история или нет? И вам до моего друга Петя, собственно, мой друг Петя дал лампочки, да? А если я скажу, что мой друг Петя женился, на женщине, которая на 30 лет старше его. Ну, уже ближе вам бы фотографию хочется посмотреть. И вообще об этом рассказал мне сам Петя, который приезжал мимо меня на Роллс-Ройсе. Уже интересно, да, уже вы задаете вопросы, которые вас постепляют. Как это было, что это было и так далее. Да, вот разница в том, что история должна быть интересной, история должна быть диалоговой, на мой взгляд. Вот. И второе, что важно понимать, очень хочется славы, очень хочется, чтобы вас любили, очень хочется вас, чтобы знать, ценили. Но здесь нужно тоже помнить фразу из старого советского мультфильма старуха Шапокляк, помните, да? Известная фраза самая, вот поколение уже это не вспомнит, нет? Правильно, хорошими делами прославиться нельзя. То есть это каждодневная работа. Это каждодневная работа. Если вас не хвалят, это не значит, что вы работаете плохо. Да, это не значит, что, собственно, вас не ценят. Но если вы сделаете ошибку, конечно же, вот никто вас по головке не погладит. Поэтому в основном, на мой взгляд, пользователю современному мультимедиа абсолютно все равно, какой сайт он читает, он никогда не вас не похвалит. Я никогда не скажу, знаешь, я тут читал статью Маши Ивановой, вот, скажут, в интернете прочитал, по телевизору увидел. Так что в большинстве случаев все равно, какой потребитель сайт читает. Так вот, информация, на мой взгляд, научиться нужно, рассказывать информацию коротко, ясно, внятно и понятно. И вот 20 секунд – это тот диалоговый порог, который, собственно, из любого диалога сделает скучную лекцию. То есть задача – научиться рассказать историю за 20 секунд. Может быть, больше, меньше и так далее. Ну вот такое задание обычно даю студентам. Значит, такое задание студентам даю. Допустим, вы сидите в редакции. И вам приходит информация на двух листочках, сообщение агентства, да, которое полностью дублирует события сказки «Шарль и пирог, красная шапочка». Вот полностью от и до. Вот эту историю нужно рассказать за 20 секунд. Давайте подумаем, какое будет первое предложение. Мы работаем в режиме новостей, мы занимаемся информацией. Значит, первое предложение, пожалуйста. Мать-одиночка отправила в лес ребенка. Так, еще. Издалека начали, да, то есть 20 секунд не хватит. Так. Красная шапочка идет по лесу, уже ближе, да, события развиваются. Да, я говорю, мы редакция информации, нам нужно за 20 секунд рассказать, что произошло. Вы знаете все события этой сказки? Пойман, ага, вот уже ближе, да? Значит, пойман, да? Еще варианты? И после этого ни одну девушку в Казани не выпустят на занятия в университет и на эту конференцию тоже. Вас зовут Настя. Вот смотрите, что сделала Настя? Она решила рассказать сказку с конца. Не обязательно все события рассказывать с конца, но в этом случае мы можем за 20 секунд рассказать что-нибудь типа этого, что две заложницы только что освобождены из брюха волка. Точка. Это произошло в результате спецопераций, в которой были задействованы лучшие силы лесничества. Трагедия случилась с листом домике, в котором волк съел красную шапочку, а потом бабушку, а потом внучку красную шапочку. И дальше мы можем говорить все, что угодно. Волк — это известный рецидивист, который неоднократно предговаривался к тюремным срокам либо к вегетарианству, но этот запрет нарушал. Вот, пожалуйста, 20 секунд. Мы можем рассказать про пирожки, можем рассказать про все, что угодно. Так вот, задача, не только наша, но и задача тех, кто дает нам интервью, вы должны вытащить самое интересное, чтобы за 20 секунд было все понятно, о чем человек говорит. Вот такими блоками мы, собственно, мы и общаемся. И вот это как раз то, что я пытаюсь делать с вами, я с вами заговорил. То есть современные медиа это все-таки про разговор. С чем мы сейчас имеем дело? Информации слишком много, слишком много одной и той же информации, слишком много повторов, слишком много копипаста, и это нужно как-то переварить. Второе, это ни один из персонажей не является ни хорошим, ни плохим. Скажем, Дональд Трамп, хороший он или плохой. Мы слышим больше плохого, чем хорошего, но однозначно так сказать нельзя. То есть хорошее это событие или плохое, мог он хороший или плохой. Последние события показывают, что хорошее, потому что членство России восстановлено. Но, тем не менее, вот эта граница стирается. Мы уже не мыслим медиа категориями типа хорошо или плохо. Ну и следующий момент, это то, что люди выбирают то медиа, которое не противоречит их убеждениям. То есть благодаря медиа они не хотят, большинство из людей не хочет менять свои убеждения. У каждого есть свои устои, у каждого есть свои предпочтения, за, против и так далее. Вот аудитория хочет этого. Вы работаете в среде, где очень много вот информации, где нет ярлыков хорошо или плохо, и аудитория уже настроена определенным образом, это сложно сломать. Вот кроме этого информации становится слишком много и даже на каком-то сайте нужно помнить о том, что информация выйдет не только на ваш регион, да, но куда-то еще. Вот если бы мы делали бы с вами здесь вместе СМИ, да, делали бы сайт, делали бы программу новостей, и вот если бы вы сказали на берегу Казанки, да, либо на Казанке открылась новая школа академической гребли, да, я может сейчас бред несу, я так пытаюсь понять, пытаюсь вам дать показать, что какие-то местные реалии я знаю, да, вот никто из других регионов может не знать, что, собственно, Казанка это река в Казани, куда она впадает и так далее. Вот таких реалий можно не знать, и каждый раз мы пишем историю именно исходя из того, что ее могут прочитать не только у нас. И вот когда я спрашиваю, ребята, почему вы об этом написали, почему это важно, это важно потому-то, потому-то, а что ж вы не написали, а мы уже вчера писали, вот, поэтому каждый раз мы как бы стараемся напоминать историю заново. Вот, ну и в новостных информационных агентствах самое главное все-таки это скорость. Нужно выдать события быстро и качественно, иначе, иначе вот как минимум прилетит на словах. Вот, но, тем не менее, нужно рассказать вот новость быстро, четко так, как я рассказал новость о красной шапочке. Что это означает? Нам нужно не только рассказывать историю, ну и стараться ее иллюстрировать. Вот, допустим, 10 любимых песен студентов Казанского университета, да, я могу написать об этом кучу статей, но если я не дам ничего послушать, эта история будет не интересной, согласна, да, либо пять лучших голов Казанского рубина за всю его историю. Без демонстрации матчей, да, это будет не так интересно. Поэтому думайте, как вы не только расскажете ту или иную историю, но и можете ее показать. Вот еще иногда, я вообще сам человек с одной стороны трудоспособный, с другой стороны элемент тления у меня, как у всех у вас тоже есть, поэтому я всегда задаю себе вопрос, как вообще мне меньше работать, но с большим эффектом. Вот как рассказать историю так, чтобы ее запомнили. И вот когда вы берете какую-то тему в меди, когда придете на практику, когда с вами будут что-то говорить, думайте, как рассказать ее не только одним репортажем, одним сюжетом, одной статьей, но как сделать из этого сериала. Допустим, пять лучших бабушек Казани, если вы делаете историю с 1 по 10 октября, это семья, декада пожилых людей, можете сделать это таким образом, но чтобы история была серийной. То есть за один материал рассказать всю историю обо всем невозможно. То есть серийность тоже присутствует, и иногда это очень полезно, интересно и так далее. я в свободное от работы время тоже работаю, и сейчас просто по просьбе коллег пишу спортивные истории на портал Спутник, но не очки голые секунды, а спорт на грань, как часть жизни, спорт как социальное явление, и вот сейчас я вызываю из себя все воспоминания, которые у меня есть по поводу сборных, которые нам приедут на чемпионат мира. не Википедия такая, сборная была основана, приехала она туда, а вот что я помню, каких персонажей я помню, какие интересные фигуры есть, вот о сборной Египте я тоже написал недавно большую статью, поскольку свежи воспоминания, что называется, и вот из этих историй получается уже 4 из 32 серий есть, и каждый раз я освежаю, думаю, как сделать так, чтобы вы не устали. Ну и еще один вопрос немаловажный это соцсети, как делать то, что делаете вы, и как продвигать это в соцсетях. Большой вопрос, большая тема, много рецептов, некоторые просто то, что называется, расшаривают, слово-то какое, 4-5 назад его точно не говорил, да, то есть расшаривают в соцсетях, а кто-то делает комментарии, а кто-то делится своей статьей сразу, а кто-то потом, да, вот есть разные рецепты на этот счет, вот есть даже вообще радикальный подход, что если вы хотите продвигать 9 мая 2019 года, первый пост в соцсетях об этом у вас должен появиться 10 мая 2018 года, с тем, чтобы вот как раз обеспечить эту серийность к истории и привлечь внимание к этому событию, да, вот иногда даже бывает так, что я сижу и работаю над статьей, вот такая фотография, может быть, даже вот в такой позе, может принести вам аудиторию, может кого-то привлечь, то есть сам фрагмент работы над материалом, это тоже большой разговор, вот видите, как нужно знать уже, голова не болит у вас, нет, вот мы живем в диалоговом мире, нам нужно думать, как не только рассказывать, но и показывать историю, думать о серийности, вот, и все это нужно делать одновременно. Вот еще один момент, когда вот сейчас появляются большое количество роликов и блогеров, например, я один раз выступал для тех, кто создает контент для Ютьюба, так называемые creators, да, креаторы, создатели контента, и Ютьюб уже начинает заинтересоваться вами, когда вы собрали больше тысячи подписчиков, почему, потому что для Ютьюба в этом случае вы уже рекламная площадка, точнее, на вас можно деньги зарабатывать, на вас пахать можно, вот, и из вас можно извлекать прибыль, поэтому Ютьюб заинтересован в том, чтобы контент был качественным, и вот этих людей собирают на различные тренинги, и я вот, когда меня попросили рассказать об основах видео, я понял, что, вы знаете, они другие абсолютно, и другое поколение, другой подход и так далее, и вот после лекции подходит ко мне дедушка, ему за 70 где-то, говорит, вы знаете, все очень интересно и полезно, вот теперь скажите, как это мне применить, я говорю, а что вы делаете, собственно, он говорит, ну, мне 70 лет, я 40 лет работал инженером-системщиком, да, представьте, как жене весело с инженером-системщиком всю жизнь, да, а может наоборот хорошо, то есть все у него по полочкам, я, говорит, веду очень интересный блок, я говорю, о чем, как в пожилом возрасте правильно есть каши, я говорю, вы один блок, один свой видеоблог кашам посвящаете, или у вас много, он говорит, вы знаете, да, у меня несколько серий, я говорю, сколько длится каждая серия, это 11 минут, то есть 11 минут каждая серия прокажет, да, вот, значит, я говорю, а можно посмотреть, он мне включает, и я вижу, что голова у него находится в правом нижнем углу кадра, да, те, кто телевидение изучает, знаете, что такое золотое сечение, да, то есть, если мы разделим кадр по горизонтали и вертикали, будут точки пересечения, да, куда будет направлено внимание зрителя, то есть, хорошо располагаться чуть сбоку, и глаза на второй, третьей, на второй горизонтали золотого сечения находятся, да, у него голова внизу, я говорю, простите, а кто вас снимает, он говорит, жена, вот, камера завалена немножко, и потом я посмотрел в левую нижнюю часть экрана, он говорит, что вы мне можете подсказать, я говорю, а надо, он говорит, как, надо, конечно, я говорю, а может не надо, он говорит, а почему не надо-то, я говорю, понимаете, у вас есть 45 тысяч подписчиков, а у меня нету, и вот, собственно, кто я такой, чтобы ему советовать, конечно, мы поговорили об эстетике кадра, о привлекательности и так далее, но человек своей истории собрал 45, тысяч таких же, как он, да, а параллельно с этим, когда мы разговаривали, сидела женщина, укачивала ребенка, я даже тихо стал говорить в какой-то момент, она мне говорит, нет, 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 продолжайте, он уже привык, я говорю, мамаша, а вы чего, собственно, на лекцию-то с ребенком-то пришли, она говорит, да нет, мы с мужем приехали из Чехии, мы живем там, YouTube нас позвал, мы поняли, что в Москве жить дорого, уехали в Чехию, в маленький городок, зарабатываем тем, что делаем видеокурсы на иностранных языках, выкладываем на YouTube, тем самым зарабатываем. Здесь, понимаете, в каком я настроении ушел, что медиа, это штука изменчивая, постоянно нужно держать себя в тонусе, и если ты что-то сделаешь не так, если ты чуть-чуть загордишься собой на год, на два, тебя просто выкинут из профессии, никогда про тебя больше не вспомнят. Поэтому вот здесь нужно понять, что мы конкурируем все-таки с непрофессионалами, с теми, кто ничего не знает о медиа, но этих людей читают больше. Поэтому вопрос, как привлечь человеку, который знает очень много о приемах медиа, как привлечь себе вот эту аудиторию. Что еще? Новые методы работы появляются быстрее обычного. Как раз позавчера слушал репортаж о том, что кто-то из великих кинорежиссеров сказал, все, к черту, не хочу камеру, не хочу павильон, хочу только на мобильный телефон снимать, вот и другие гаджеты, мне не нужны никаким боком. Вот лет пять назад, нет, ну пять лет уже знали, лет десять назад никто из вас не представлял, что есть такое явление в жизни под названием селфи-палка, а ведь сейчас эта вещь очень сильно нужна, для того, чтобы стабилизировать картинку с помощью телефона и селфи-палки, не знаю, как это называется, штативом, Сергей, штативом назвать рука не поворачивается, вот селфи-палка ко мне прилипла, и вообще вот так осталось, да, с помощью мобильного телефона и селфи-палки можно, собственно, и кино снимать, если есть микрофон, можно грамотный звук сделать, сейчас Виктория Александровна Сухарева меня убьет за это, вот, да, нельзя сделать, хорошо, вот, поэтому действительно новые методы работы появляются быстрее обычного. Вот еще один момент, растет популярность чистого видео, чистого видео я взял в кавычки, почему, потому что, собственно, если вы снимаете рассвет на реке Волге, проплывает катер, у вас, у вас трясется кадр сам, да, вот, потому что вы стоите на мостике, который, который раскачивает волна, да, то есть съемка может быть слегка грязноватой, но на самом деле по терминологии это называется вот сейчас чистым видео, почему это чистое видео, потому что оно не предполагает наличие закадрового текста, я не говорю, что вот видео с закадровым текстом это вообще плохо, да, на видеотрансляция в фейсбуке наоборот, вы снимаете что-то, да, обеспечиваете стабильность картинки и наговариваете, да, то есть делаете сами закадровый текст, так вот, такого видео становится все больше и больше, традиционный репортаж теряет традиционный телевизионный репортаж теряет свою привлекательность в онлайн среде, да, поэтому здесь нужно в себе воспитывать не только рассказчика, да, но и рассказчика, который работает на камеру, непосредственно рассказывает историю тем, кто его смотрит, а теперь скажите мне, пожалуйста, как называется то явление, когда человек запросто общается с неодушевленными предметами. Громче. Правильно, шизофрения. Понимаете? Значит, что это значит? Что общение с камерой, с неодушевленным предметом, это вещь неестественная для любого человека. Любого человека начинает, ну, извиняюсь за студенческое слово, колбасить, да, немножко так, вот вы начинаете волноваться, да, вы не знаете, как себя вести, вы думаете, что вы непричесанны, вы думаете, что вы плохо выглядите, хотя все у вас абсолютно нормально, вот судя по лицам, вижу все молодые, красивые, дай бог вам здоровья. То есть общение с камерой это то, что неестественно, поэтому нужно себя приучать рассказывать историю, ну, даже не на камеру, а тому человеку, который рядом с камерой стоит, забудьте про нее, да, и вот рассказывайте историю на камеру. Это тоже как раз умение, которое очень востребовано в современных медиа. Вот когда в истории есть рассказчик, и я ему верю, и он интересный, мне самому интересно, и я больше гораздо понимаю, что происходит, что это за история и так далее. И самое главное, если вы снимете историю, будете ее рассказывать непосредственно на камеру, то как раз это не будет так затратно, как если бы вы решили снять телевизионный репортаж, допустим, у конференции. Он всегда будет проигрывать хорошему рассказчику в кадре. Что значимо, что нет? Вот просто подумайте, да, вот есть целевая аудитория. Определите ее, кому вы рассказываете, что за СМИ вас смотрят, какие люди смотрят канал Универ ТВ, здесь называется, насколько я знаю, да? Вот кто смотрит Универ ТВ, кто читает сайт, кто читает что угодно. Вот. Второе, в каждой редакции должны быть свои редакционные стандарты, которые тоже нам много нам могут рассказать о целях и задачах редакции. Ну, и третье, это то, что движет нами, то, что движет новостями, да? То есть, любая новость должна вызывать общечеловеческий интерес. Новости, это вот, как я говорил, то, что ведет к изменению, либо, не дай Бог, прекращению жизни, да? Вот, если я вам объявил, что вышло постановление о том, чтобы в 10 раз увеличить студентам Казанского федерального инститета стипендии, хотя это фейк. Вот, если я вам это скажу, вы останетесь здесь? Вы можете остаться, но тут же моя информация появится в чате, вы тут же начнете это обсуждать. Почему? Потому что у вас изменились, у вас могут измениться условия вашей жизни, да? То есть, вы станете богаче, пока не станете, но будете к этому стремиться. Перемены в жизни, необычная информация, да, новости должны быть новостями по времени, да, вот, ругаю многих за точное указание времени в первом предложении за слово вчера произошло, я говорю, ну, ребят, куда двигаться, да, вот, и новость, вот то, что, как был вот такой диалог, да, у нас, о, ребята, в Ливии землетрясение, сколько человек погибло, 20, мало, да, вот такой журналистский цинизм, для Казани 20 в Ливии мало, да, один человек, я вот слышал, там ужасный был инцидент два дня назад, да, в Казани, там стрельба была, там, кто-то кого-то убил, да, слышали, вот один человек, да, два, это уже для Казани много, это уже становится не только новостью в Казани, но и общенациональной новостью. Вот иногда в аудиториях я получаю такой вопрос, вот вы хорошо, интересно рассказываете, спасибо вам за это, но вы мне скажите, пожалуйста, как правильно делать, как правильно писать, особенно, когда я критикую какой-то текст, критикую какую-то программу, меня спрашивают, а как правильно, да, вот ответ, на который я постоянно даю, я не знаю, как правильно, после 27 лет в медиа, я, честно говоря, не возьмусь на себя, не учу меня к журналистике написать, ничего, вот на вопрос, как правильно, я вам не отвечу, поскольку каждый раз история может быть другой, то есть история может быть разной для разной целевой аудитории, то есть я не знаю, как правильно что-то делать, да, я уже об этом говорил, говорил минут 20 и буду говорить еще, значит, не нравится статьи, самое главное, какую историю вы рассказываете, вот по поводу истории у меня был чудесный случай в 15 году, когда я работал с коллегами из спутника Абхазии, в Сухуми у нас есть отделение и, конечно же, Сухуми небольшой город, 70 тысяч, в Абхазии во все 300-400, то есть даже миллиона нет, вот я говорю, ребят, но у вас есть такое классное место, обезьянь и питомник в Сухуми, почему вы о нем ничего не рассказываете, он говорит, да мы уже все писали, все обо всем знают, это неинтересно и так далее, говорю, хорошо, тогда скажите мне, пожалуйста, сколько лет самой старой обезьяне и как ее зовут, вообще, что это за обезьяна, они говорят, мы не знаем, я говорю, так, вы же только что сказали, что знаете все, он говорит, вы знаете, вообще интересная идея, значит, надо как-то сделать, ну, тут у нас заседание, президент чего-то говорит странным, мы пойдем, я говорю, ну, ладно, идите, завтра тогда сделаем историю, и когда все ушли, я, значит, пошел в этот обезьяний питомник сам, ну, первое, что я сделал, я думал, вот что интересно, там нужно на гору идти, вот, я посчитал количество ступенек, кстати, сколько ступенек у вас вот на этой лестнице, которая ведет к этому корпусу, кто считал, нет, а, много, сколько, 83, да, я 75 насчитал, хорошо, проверил, первое, что я вот увидел, да, я увидел лестницу, девушка сказала, что вот мы сейчас по лестнице пойдем, да, вот, чтобы восхождение было не таким нудным, я, значит, считал ступеньки, там я их насчитал 330, вот, и захожу и говорю, вы знаете, простите, а где у вас сама старая обезьяна, ответ был исторический, простите, вам Гарик нужен? Нет, ну, наверное, Гарик, а сколько Гарику лет? 34, обезьяны живут до 30, значит, выясняется, что Гарик родился в 81 году, то есть Гарик старше вас, значит, маму и папу привезли из Эфиопии, он павиан, да, и в том питомнике ставили эксперимент, выживут ли эфиопские обезьяны на Черноморском попережье Кавказа, значит, обезьяны выжили и родили Гарика, вот, уже интересно, да, то есть, получается, парень у нас пожил в Советском Союзе в Грузии и в Абхазии, в трех странах, не выходя из клетки, да, представляете, какая интересная история, вот, и на 35-м году жизни, даже себе подругу нашел, очень много, вот, таких историй, вот, представляете, как было, вот, нудно написать отчет, сухумский питомник, расположен на Черноморском побережье Северного Кавказа, а тут у вас, вот, такой герой, и, к сожалению, вот, был в Сухуме в прошлом году, Гарика не стало, вот, не выдержал морозов прошлогодней зимы, теперь, самые старые павианы, там, Пашка и Антошка, Пашке 32, Антошке 33, вот, собственно, я и показал пример истории, как раз, вот, которая мне близка, и каждый раз, когда коллеги едут туда, я передал деньги на адын, мол, Гарика покормите, вот так я себе друга нашел, питомца, да, вот, в любой истории есть какая-то зацепка, которая вам все расскажет, да, и самое главное, враг, потому что, благодаря ему, вы не станете знаменитыми, да, не делать контрол-си, контрол-ви, да, то, что называется копипейст, потому что, это будет не ваша история, эту историю вы украли, вы ее не прожили, вы ее не сможете, чужие слова вы рассказать никогда не сможете, особенно своей аудитории, чужие слова вы не передадите никогда. Вот еще, что нужно помнить, каждый раз, когда мы приходим в редакцию, мы попадаем вот в такой тупик информационный, что ли, который мои коллеги иногда называют поцелуем смерти, да, вот те новости, как раз который мы читаем в агентство, те, кто практику проходил, было такое? Было. Сегодня прошло, сегодня завершилось, продолжается кампания и так далее, да, как выбраться из этого тупика? Вот есть тема, да, вот, а есть угол подачи, да, что такое угол подачи? Внимание, это тот вопрос, на который мы стараемся ответить своей историей. Вот, допустим, вас взяли на практику и отправили, сказали, слушай, лето, тем вообще нет никаких, давай, ты сделаешь нам репортаж о пионерском лагере, да, вот отправили вас в детский лагерь, да, вы смотрите, если вы сделаете вообще репортаж о детском лагере, недалеко от Казани, на берегу Волги, да, то непонятно, зачем вы будете это делать, если вы расскажете все, все это будет интересно, не вашей аудитории, а только тем, кто живет, работает в этом детском центре. Вот, какие бы вопросы вы себе задали, если вы находились в пионерском лагере? Давайте подумаем. И быстро мне скажем, только помните, что угол подачи – это вопрос, на который мы отвечаем. Ну-ка. А, громче. Что? Какая история у лагеря, да? Лагерь был основан в 25-м году, Артек такой. А? А, то есть какие легенды есть, да? Вот, давайте раскрашу историю быстро, да? Какие страшилки рассказывают дети друг другу после отбоя? Весело, да? Одна маленькая девочка с ручечкой, да? Так, принимается еще. А что, без гаджетов? Слишком общая, да? Вот. Зачем ребенку в лагере мобильный телефон, да? Или как прожить без мобильного телефона? Да, что делать без телефона, да? Вот, как это, Илья Вадимович, это цифровой детокс называется, да? Или что-то в этом роде, да? Вот, но это выражение я бы не употреблял, когда рассказывал о детях, да? Вот, как прожить без интернет-среды? Среды. Так, еще, еще. Вас зовут? Полина. Абсолютно верно. Вот, смотрите, простой угол подачи, чем детей кормят? То есть, мы не определяем угол подачи сложными словами, какие мероприятия проводятся для детей в лагерях. Мы говорим, чем кормят? Так, еще. А? Ага, то есть, есть там красные галстуки или нет, и зачем красные галстуки в 21 веке? Тоже интересно. Так. Вот общий, вот такой, да, вот в программе может быть все, что угодно. Я бы детальный вопрос. Допустим, как детей плавать учат? Вот, когда я был, когда у меня прическа была на волосах, да, и я был стройным, я был плавруком в пионерском лагере, я детей учил плавать, да, и вот здесь интересный момент, как учат детей плавать, и еще как учат плавруков, да, потому что нас действительно учили, мы сдавали экзамены по спасению утопающих по искусственному дыханию и все остальное, да. Так, но еще что-то приходит? А? Вы знаете, времени не хватит. вот чем конкретнее, тем лучше, да? Так, ну еще парочку. Что? Вообще, насколько это безопасно, да, вот, что делать, если, да, вот, такой брутальный репортаж с критикой получится. Ну ладно, так, ну и вот еще один угол подачи, который вы не назвали, да, целевая аудитория этого репортажа, кто будет смотреть опять на русском лагере? Наверное, те люди, у которых там дети отдыхают, да? И вот вопрос, кто такие пионервожатые, откуда они взялись вообще? В этом случае тоже может иметь отражение к целевой аудитории. Кроме этого, интересные цифры, факты и детали о пионерском лагере. Например, сколько котлет готовит баба Валя, шеф-повар, каждый день, да, а за смену сколько? А вообще, если вытянуть эти котлеты, получится ли расстояние от Земли до Луны или нет? Я утрирую сейчас, но факты интересные, могут быть самыми интересными, да, самыми неожиданными. Вот, и самое главное, что влияет на жизнь, да, то есть как это проходит, и почему вообще в лагерь ездить здорово. Вот, вот это, собственно, как раз вот та канва, та канва, которая, на мой взгляд, определяет очень, вот, много всего, то есть формировать, понимаете, половина вот идей слетает на уровне формирования вот этого угла подачи, потому что некоторые истории мне сложно придумать сразу, а может быть, вы их вообще даже писать и думать не надо. То есть, если вы сразу придумать не можете, да, зайдите на, посмотрите на эту историю с другого угла, да, вот, была такая фишка, была такая интересная история лет пять назад, четыре-пять лет назад, помните историю про Эдварда Сноуддена, слышали, кто такой, да? Слышали? Кто такой? Не ЦРО, НСА, Национального агентства по безопасности, не работник, а значит, на контракте там был, ну, в принципе, правильно, да, остался в России, потому что боялся угрозы расправы США. Так вот, представляете, как все журналисты, по секрету скажу, недолюбливали эту историю, да, потому что, во-первых, Сноуден нет, комментариев никто не даст, а вот у нас еще на радиостанции «Голос России» на английском языке, где я был руководителем службы новостей, да, а после этого как раз руководил всемирным вещанием на английском языке, как раз превращал «Голос России» в радиоспутник. Вот еще до этого было вот такое, да, то, что вот давайте что-нибудь про Сноуден расскажем, что рассказывать. Он работу нашел, отлично, где? Не сообщается. А сколько платит ему? Тоже не сообщается. Вот возьми вот эту историю, я говорю, и что делать? Да, вот мне обычно руководство говорило так, вот ты учишь всех, ты придумай, да, вот что с этим делать? Люблю такой ответ, такой, заряжай тебя профессионально. Так вот, мы просто разыграли такую сцену, прежде чем что-то делать, мы разыграли такую сцену о том, что, вот допустим, он пришел, и что работодатель ему говорит? Ну, во-первых, ни одного иностранца не возьмут на работу в России, пока он не пройдет анализ на ВИЧ-спит, это обязательное условие. Во-вторых, если ему пообещают миллион долларов, он в первые 180 дней их точно не получит, поскольку он будет получать 666 тысяч, он будет треть отдавать на налоги, а после по истечении 180 дней, да, он будет получать 870 тысяч, минус 13 процентов. И вот эту историю мы закрутили следующим образом. Как иностранцу найти работу в России? На радио как раз нам помогал в этом разобраться представитель одного, я уж не помню какого, одного из консалтинговых агентств. Вот в этом случае как раз вот есть угол подачи, да, не про него, а как найти работу в России. Вот так же особенно и с телевидением сложно, да, вот допустим, показать день молодежи в городском парке Казани, да, вот если вы будете показывать все, то у вас ничего не получится. Покажите что-то одно, да, необходимо вот сузить тему, то есть не пытайтесь рассказывать все обо всем. Вот я как раз минут за 35-40 и рассказал вам как раз вот то, чем любой медийщик занимается каждый день. Он думает, как рассказать историю, как ее закрутить и как сделать так, чтобы в этой истории были интересные цифры, факты, детали, и чтобы история была правдивой, потому что меня мама в детстве воспитывала, она мне говорит, Олежка, делай что угодно, только помни, врать нехорошо. Вот над этим тоже задумайтесь. Так, вот только ли важны умения, да, здесь Виктория Александровна, с вами вам больше гораздо расскажет, но вот к чем я сталкиваюсь, когда ко мне приходят ребята на практику, да, я смотрю на кругозор, то есть читать, и вообще журналистка это про любовь, если честно, медиа это про любовь, да, вот когда летел в Египет, да, я летел через Тамбул, и нужно было лететь в субботу вечером, с пересадкой, значит, это было начало большого московского снегопада, самолет еле сел, потом мы кружили над Турцией часа два, да, вот, ночь субботы на воскресенье, кружить ночью во время большой турбулентности, когда самолет трясет, это не самое приятное занятие, да, ночью вообще спать надо, ты никогда этого не сделаешь, если ты этого дела не любишь, да, вот, то есть кругозор, насколько ты начитан, насколько тебе интересно не только журналистка, но и другие какие-то области, да, что ты о них знаешь, как ты ясно и понятно, если ты гуманитарий расскажешь о том, что такое биткоин простыми словами, да, либо что такое битва роботов, либо что такое киберспорт, вот как об этом рассказать, ясно и понятно, то есть, вот на мой взгляд, у человека должна быть вот такая общая внятность, вот, я считаю, что вот без знания, без новостей, без знания того, что в стране происходит, что в мире происходит, вообще из дома выходить не надо, да, вот, особенно как раз работать в медиа, вот у нас на, когда я еще работал на телеканале Арти, мы с коллегами разработали такой тест, вообще, когда люди к нам приходят, что они о мире знают, и вот когда, Арти это раз, что дэй, вот когда мы, значит, тексты разобрали, мы очень много для себя поняли, человек приходит в международную журналистику, а ты его спрашиваешь, а вот скажи, кто такая Ангела Меркель, да, и он тебе говорит, она президент Германии, и вот она вообще-то не президент, а кто? Федеральный канцлер, вот представляете, к вам приходит человек, который не знает, кто такая Ангела Меркель, да, и вот, либо вопрос, да, вот из перечисленного списка стран, да, какие из них не входят в НАТО, да, вот, и среди них так Россия, да, то есть если Россия в НАТО, то, если человек Россия придет в НАТО, то тоже не есть хорошо, тем самым любой редактор смотрит и понимает, что вот если человек этого не знает, у него в редакции новостей, у него в Ньюзероме появляется такая мина замедленного действия, которая может выстрелить как раз в тот момент, когда шеф-редактор занят, что-то не проверит и так далее, и минута славы, в кавычках, в этом случае обеспечена, да, то есть вот готовьтесь, готовьте себя, к тому, чтобы знать чуть-чуть обо всем, мне обычно говорят, ну простите, для этого же Google есть и Википедия, можно почитать, а можно не почитать, а можно почитать и осмыслить, может быть, почитать что-то другое, что-то более интересное, вот, и вот еще один момент, когда я говорю особенно людям, опытным журналистам, они это в штыки не воспринимают, и реагируют очень неадекватно на это, у меня есть такой тезис, что новости нужно писать для человека, которому 15 лет, для Америки 14, но я год прибавил, а? и для бабушек можно, а вот почему 15, да, для бабушек очень хорошо, а вот для бабушек, вот почему 15 лет, давайте вот разберемся, журналисты опытные говорят, вы что нас за дур держите, мы что будем школьникам рассказывать, мы вообще-то уже с опытом, да, вот давайте разберемся, почему 15, а почему не 14, почему 15, вот вспомните себя 15 лет, что вы вообще знали о мире, да, вот чем вы занимались, у вас была алгебра, да, физика, химия была, история была, то есть вы знали чуть-чуть обо всем, сейчас выбрали медиа, и химию забыли, правильно, здесь медички сидят, кто химию помнит, поднимите руки, ух ты, 10% аудитории, вот, то есть 15 лет, это тот возраст, когда человек знает чуть-чуть, вот, обо всем, потом эти знания забываются, и потом, мы, собственно, больше занимаемся профессией, чем другим, да, а вот знания наши о мире, о вселенной, остаются примерно на том же самом уровне, может быть, вот чуть хуже, да, вот я считаю, что вот нужно писать для тех, кому 15, то есть для тех, у кого багаж, 15 лет, вот, это мое мнение, оно ни к чему не претендует, вот, как раз хорошие истории пишутся именно вот для этих людей. Еще один момент, с которым мы постоянно сталкивались, слез было ужасно, особенно, когда ко мне люди приходят на практику, и у них вот, они понимают, что если они практику не пройдут на отлично, в СМИ, да, с первого раза, и если не напишут текст, у них диплом сорвется, вот, красного диплома не будет, начинаются слезы, начинаются проблемы, не будет красного диплома, не будет повышенной стипендии, что сейчас важно, да, вот как преодолеть синдром отличника. Вот здесь, и мои коллеги подтвердят, ничего никогда нельзя сделать на пять в профессии, потому что, собственно, это очень сложно, это невозможно, потому что самое главное в медиа, это навык рассказывания истории, навык общения с аудиторией, вот почему мне лично помогает английский язык в этом, то есть, как рассказать историю так, ясно и понятно, чтобы все потом сказали вау, вот, я бы на это тоже обращал внимание, да, и как научиться слушать собеседника, тоже, на мой взгляд, важное умение, я помню 2003 год, когда работал уже в медиа, работал в различных медийных организациях, иногда меня, сейчас уже реже, хотя вы можете иногда меня видеть на боксерских матчах с Рой Джонсом, да, я иногда ему перевожу для телеканала Матч ТВ, то есть, когда какой-нибудь боксер выходит в прямой эфир, я могу быть тоже там, если у меня выходной, если мне ничего делать, иногда звонят тоже, так вот, один раз я переводил вот таким образом на легкой атлетике, чемпионом мира, это был сентябрьский турнир в Москве, и было вот такое, сейчас одна из девушек, я не буду говорить, кто это, потому что вы ее видите на экране, подходит к чемпионке мира из Франции, не помню, как зовут чемпионку, но 14 лет уже прошло, и задает его вопрос, а я как раз в микс-зоне стоял, помогал спортсменам общаться с журналистами, скажите, пожалуйста, а почему вы сегодня не установили мировой рекорд? ответ такой был, ты знаешь, погода-то хорошая, но уже осень, холодно, меньше 20 градусов, ты мышцы разогреваешь, но они быстро остывают, поэтому я не могу показать мировой рекорд, девушка смотрит, а я на автомате работаю, я это перевожу, а что вам помешало показать высокий результат? Следующий вопрос, чемпионка мира смотрит на нас двоих, чтобы понять, кто из нас неправ, я тут же задал другой вопрос, чтобы девушку не палить, понимаете, умение слушать, умение понимать то, что тебе рассказывают, оно тоже чрезвычайно важно, любые цитаты, аналогии, слова, выражения, крылатые фразы, которые могут вам помочь рассказать историю, если у вас много чего начитано, если вы много читаете, у вас могут возникать аналогии, потому что так или иначе эта ситуация могла бы встречаться в фильмах, в историях, в книгах, в произведениях классиков, везде, но самое главное, это не начитка, начитка, что я должен прочитать обязательно это, следующий вопрос, который мне иногда задают по исчению лекции, Олег Агарьевич, скажите, пожалуйста, где об этом можно прочитать? Я говорю, нигде абсолютно, это вот законы общения такие, вот, ну и как это все запомнить? Практика, вопросы, пробы, ну и не бойтесь тоже ошибаться, вот у меня час времени истекает, я готов ответить на любые ваши вопросы. Заскучали, время шло к обеду. Вот, ну на самом деле, спасибо за то, что слушали, я просто хотел бы вас призвать тому, это будут говорить мои коллеги тоже, я, а, есть вопрос, да, микрофон, нужно? Благодарю, Максим Ульянов, Тольяттийский госуниверситет, на самом деле, очень интересна мысль о том, что нужно писать для 15-летнего человека, вот, именно так, но мы же понимаем, что определенный тезаурус, определенное мировоззрение этих людей меняется, что? Определенный тезаурус, определенные мировоззрения и набор знаний этих людей из поколения в поколение меняется, и все-таки такой академический вопрос, нам нужно подстаиваться под эти изменения или как-то пытаться его поднять, просветить? Я не понимаю, в чем проблема, да, если вы живете в свое время, в свою эпоху, если вы рассказываете какие-то истории, да, вы не можете жить в отрыве от поколения, да, но если вы общаетесь ясным, понятным языком и говорите о каких-то вещах, о которых люди не знают, то это как раз то, что нужно, и как угодно назовите, да, вот по поводу тезауруса, я знаю, что такое тезаурус, но я задумался, в следующий раз отвечу. Просто, наверное, вопрос здесь скорее к задачам. Ставим ли мы задачу, какой-то вот уровень знаний, уровень образованности такого зрителя, или такого читателя поднимать, просвещать? Вы знаете, поднимать, просвещать и вообще воспитывать, это не к медиа, это к папе с мамой. Вот наша задача общаться, рассказывать что-то целевой аудитории. Если человек, если мы увидим что-то интересное, что заставит человека задуматься, да, почему бы нет. Спасибо. Но обязательно просвещать становится по позиции просветителя. Я бы, честно говоря, не знал. Спасибо. Пожалуйста. В догонку один вопрос можно? А какова цель нашего рассказа, если мы не собираемся ни просвещать, ни образовывать, ни давать какую-то новую информацию? Для чего? Рассказать для того, чтобы рассказать? Ну, рассказать, потому что мы там были, рассказать, чтобы люди больше знали. Об этом просвещение в каком-то плане, да, естественно. Вот именно? Либо облегчить понимание той или иной истории. Я, может быть, слишком категорично сказал, может быть, я категорично отнесся к тому, что нужно обязательно образовывать, но тем не менее. Еще вопросы? Так, ну что? Можно, да? Можно. Да, вот я здесь. Меня зовут Настя, я уже говорила. У меня немножко из другой сферы, но касательно нашей темы. Я пиарщик регионального вуза. И в связи с тем, что сегодня услышала, у меня вопрос, а со стороны от пиарщиков, чего тогда ждут журналисты и СМИ в мире, где они пытаются рассказывать истории? Не понял вопроса. Ну, просто у нас сейчас такая ситуация, часто происходит, что мы тоже пытаемся встроиться в эту тенденцию, рассказывать истории о науке, о том, что мы изобретаем, и что мы делаем, но журналистам это неинтересно. Или они на это плохо реагируют? Значит, я бы задумался о том, вот просто бы поизучал, что, во-первых, интересно журналисту, почему он не хочет этим заниматься, либо написано очень вот таким научным языком, ему переписывать не хочется, ему бы копипейс сделать, а вы возможности не даете. Вот я не обвиняю. Это вот одна сторона проблемы. Другая сторона проблемы, тема неинтересна. Вы думаете, ученые думают, что они будут интересны. Практического применения выхода нет. Здесь тоже может быть вот такой непонятный диссонанс. То есть подумайте, почему это интересно, почему это должны знать все, и как это препарировать. Это уравнение со многими неизвестными. Значит, вот как Жара Салферову говорит. Знаете, кто такой Жара Салферов? Ученый, да? Уряд Нобелевской премии. За что он получил Нобелевскую премию? Он получил Нобелевскую премию за исследования в области полупроводников. Вам сейчас легче стало? И вот когда он получал Нобелевскую премию, только один журналист задал ему вопрос, простите, а вот это все зачем? На что Жара Салферов сказал, вы знаете, без этого, без этих исследований, изобретений никогда бы не появился компакт-диск. Вот теперь понятно, что за величина живет у нас в стране, и почему ему дали Нобелевскую премию. Вот здесь просто задумали, а все ли интересно и полезно. Спасибо за вопрос. Михаил Сеневич, Кабардино-Балкария. Как и многие ребята, девчата, которые приехали на форум, это либо представители пресс-службы, либо телевидения университетского. 20 с лишним лет на телевидении. Здесь есть нюансы. Телевидение университетское, оно как бы филиал пресс-службы университета. И здесь есть проблема. С одной стороны, нужно обучить ребят, чтобы они научились профессии. А если они пресс-служба, то это уже не журналистская профессия. В связи с этим, как бы вы поступили, чтобы телевидение университетское не превращалось в пресс-службу? И как можно раскрывать пресс-службы темы, чтобы это было спустя годовой цикл, когда все мероприятия повторяются, и на следующий год все уже читают эту информацию, где-то я это уже читал. Такое ощущение. Чтобы такого ощущения не было, чтобы вы сделали, как бы вы построили работу совместной пресс-службы и телевидение. Вот такой вопрос. Вы знаете, здесь однозначно я вам не отвечу по одной простой причине. Я бы приехал, бы разобрался, бы посмотрел, бы поисследовал, как в каждом конкретном случае. И после этого бы делал выводы. На что бы я смотрел, как бы я это строил? Во-первых, вот то, что пишет пресс-служба, оно сильно в сердцах у студентов и их родителей отзывается вообще. Это первый вопрос. То есть на том ли языке мы разговариваем. Вопрос. Репортаж о мероприятии, он вообще в ВУЗе нужен или нет? Я считаю, что нет. Потому что что такое любое студенческое мероприятие? Это событие, к которому готовятся, которое проводят. В каждом есть по нескольку каких-то вот вещей. То есть я бы вначале бы подумал, а как бы я это освещаю? Какой сценарий освещения? Что я могу осветить сейчас? Что потом? Что через полгода? И так далее. То есть я бы вначале составил план работы на год такой, чтобы мне было бы постоянно интересно и чтобы не было таких фраз, типа сегодня состоялась научно-практическая конференция. И может быть, я не из этого бы делал бы репортажи, а учил бы ребят, допустим, работать в кадре либо делать какие-то интервью, чтобы рубрик было больше разнообразных. Но прежде я бы не стал бы это делать, я бы поизучал этот вопрос. Что это такое? Из чего это состоит? Что мы освещаем? И вообще, как достучаться до студента? Как сделать так, чтобы он меня расшаривал в соцсети? Репортажи, которые я делаю на телевидении, которые проходят под эгидой пресс-службы? Какая разница, собственно, что происходит? Какая разница, под какой эгидой? Но если эта информация отзовется у конечного потребителя, вот тогда ребятам будет интереснее работать. Я бы так, я бы вначале поисследовал этот вопрос, нашел бы, может быть, свод анализ бы провел, сильные и слабые стороны есть, перспективы развития. Вот этим бы я занялся. Пожалуйста. Коллеги, большое спасибо за вопросы. Спасибо нашему спикеру. Спасибо огромное. Очень приятно было с вами сегодня поговорить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова